Добрый день, друзья! Меня зовут Ирина Дерюгина, со мной Павел Кулагин и Роман Вычаров. Сегодня мы находимся в Центральном административном округе в районе Престинский. И хотим вам рассказать про новый элитный жилой комплекс Тишинский бульвар от застройщика Смайнекс. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На трех гектарах земли расположится четыре очереди строительства. Три квартала – Кленовый, Ивовый и Рябиновый. Первая очередь – это Кленовый квартал. Он будет сдаваться в первом квартале 1928 года. Будет состоять из одного дома, у которого будут три секции. И, что удивительно, все три секции будут расположены по разным адресам. Вторая очередь строительства будет сдаваться в третьем квартале 1928 года. И все строительство завершится в 1929 году. Всего в проекте предусмотрено 593 квартиры. 55 из которых – пентхаусы. Площадь квартир от 36 до 273 метров квадратных. Высота потолков 3,4-3,7 метра. В пентхаусах высота потолков от 7 до 8 метров. В шикарном лобби высота потолков 6,6 метров. В пентхаусах будет вывод под камин во все пентхаусы. Также в пентхаусе есть возможность проведения индивидуального лифта. Во всем жилом комплексе будет у нас питьевая вода, приточно-вытяжная вентиляция и индивидуальное кондиционирование у каждого лота. Все квартиры будут сдаваться без отделки, что даст вам возможность разгуляться вашей фантазией и сделать все так, как вам нравится. Что важно заметить, во всех элитных комплексах застройщика с Майнекс, вот, например, так как у Лаврушинского, очень хорошая система шумоизоляции. Такая по периметру, прям по периметру, как мешочек. То есть вы не будете слышать своих замечательных, прекрасных соседей. Всего в проекте предусмотрено 14 корпусов. По факту их 8. Но каждый из 14 будет с индивидуальной архитектурой, что, несомненно, будет радовать ваш глаз. Ваш глаз, откуда бы вы ни посмотрели на этот проект, везде будет очень красиво и интересно все это рассматривать. В каждой квартире есть балкон или терраса. В проекте предусмотрен двухуровневый паркинг с коэффициентом 1 к 1. Будут зарядки для электромобилей. Если говорить о внутренней инфраструктуре, у нас будет консьерж-сервис, у нас будут лопомойки, у нас будут кладовые. Как всегда, у Смайнекса очень продуманная территория. Началась третья декада марта, очень солнечно, жарко в Москве, сняла шапочку. Смайнексу есть чем гордиться, так как парковая зона вокруг жилого комплекса самая большая в Москве среди элитных жилых комплексов. Широкий бульвар и разбитленная сеть дорожек. Центральная площадь с сухим фонтаном, каскадные водоемы и живописные пруды, протяженный ручей вдоль живописных аллей, зеленые комнаты для уединения и отдыха, крытые всепогодные галереи, парящая терраса на воде, зоны отдыха с шезлонгом, воркаут-площадка и многофункциональная площадка для комнатных игр. Фитлаб будет на территории 333 квадратных метров. В фитнес-клуб могут ходить только жители жилого комплекса. У них также будет свой бассейн на 25 метров, будет еще детский бассейн. А для детей также еще будет территория Kids Lab, что тоже очень замечательно. А еще будет Friends Lab, где вы сможете проводить время со своими друзьями или гостями. На территории жилого комплекса будет 4 пруда, 1 рукотворный ручеек и 1 сухой фонтан. А также на территории предусмотрен частный детский сад на 180 мест. Друзья, ну что, с первыми лучами солнца мы выбрались на Тишинскую площадь. Этот район Москвы имеет многовековую историю. Здесь большое количество достопримечательностей и знаменательных мест. Район не самый большой по рамкам Москвы, но здесь у нас и Патриаршие пруды, и улица Спиридоновка, и Дом правительства, и Московский зоопарк, и Планетарий, и 6 театров, и одна консерватория имени Чайковского, Католический собор Пресвятой Девы Марии, Непорочного зачатия. И за мной, например, находится памятник «Дружба навсегда между российским и грузинским народами», который был открыт в 1983 году и создан, слеплен руками самого Церетеля. Это первый памятник, который он создал в Москве. С этого началось восхождение по карьерной лестнице. После этого был и Петр I, и другие его произведения, в том числе спорные. Но мы сейчас не об этом. Россия и Грузия – два народа, которые объединились на века. Надеюсь, что… Да, нет, еще не разъединились. Почему этот район называется Пресненский? У него было много разных названий. Он назывался и Пресненским, и Краснопресненским, и просто Пресней. Одна из версий, потому что много веков назад здесь протекала одна из чистейших рек в Москве. И как раз на ее берегах, в те далекие годы, и стали образовываться небольшие поселения и деревни. Есть упоминание, что в конце XIV века эта река была перегорожена плотиной и была возведена деревянная мельница. Эта мельница, меняя своих хозяев, просуществовала аж до конца XIX века. В 1908 году, когда Москва развивалась и расширялась, вся река Пресня была спрятана в железные трубы. И от этой реки остались только одни упоминания, которые мы можем встретить в названиях прудов московского зоопарка. Это Пресненский пруд большой, Пресненский пруд малый. Почему Тишинская площадь была названа Тишинской? Есть одна из версий, что в этом месте... Я хотел сказать, всегда было тихо, и тут такой рокот. Есть версия, что в свое время, да и сейчас, мы можем обратить внимание, что в этом месте, в виде треугольника, достаточно нешумно. Это тихое место по сравнению с Садовым кольцом или Тверской улицей, или другими улицами, на которых большое автомобильное движение. Здесь намного тише, поэтому и название возникло Тишинка. Напротив меня находится торговый центр Тишинка, который в 90-е годы себя представлял ряды торговые, где покупали и продавали все, что только можно было. А за моей спиной находилась березка. Я даже помню, что в конце 80-х что-то там покупал. Но, на мой взгляд, Тишинский торговый центр уже внешне устарел. Но называется он Гастрохол, ну как, на карте ТЦ Тишинка. То, что мы видим в торговом центре Тишинка, где расположен Гастрохол, оно в виде треугольника, в виде какой-то пирамиды расположено и выглядит. И какой-то внешний вид уже не современный. Я предполагаю, что будут мысли его снести, и архитектор будет прав, если здесь что-то будет построено более красивое, интересное, под стать нашему Тишинскому бульвару. Что хотел сказать про Тишинский бульвар. Смайникс это эстет, это перфекционист. И все дома и здания, которые будут в этом комплексе, они все будут не похожи друг на друга. Где-то будет латунь, где-то будут разные алюминиевые цвета, где-то будет кирпич-клинкер, где-то будет глазурированный кирпич. Глазурированный кирпич берет свое начало в Европе с 15 века, и на Востоке, и в Европе, и у нас. Все здания, которые построены из этого кирпича, они очень прочные, красивые. Его поверхность в разное время года играет по-разному. Когда идет снег, он играет одними оттенками. Когда идет дождь, и он мокрый, другими. Когда солнце, соответственно, мы видим другие совсем блики. И в этом, я считаю, что будет красота. Также Смайникс использует такие элементы остекления, как малированное стекло. Мы видим в проекте, что некоторые фасады зданий будут изогнутыми стеклами. И высотность здесь небольшая. От 6,8 до 24 этажей. Я второй раз в этой локации, второй раз задаюсь себе вопрос. А как же будут смотреться эти новые здания Смайникса в совокупности со своими соседями? Потому что те дома, которые за дорогой, понятно, они останутся, их никто не тронет. А то, что будет в непосредственной близости, нам было сказано, что останется больница РЖД. Останется еще старое здание бизнес-центра «Чайка». «Чайка» уже напоминает что-то старое. Элементы фасада уже непривлекательные. Не знаю, почему архитекторы решили оставить это здание. По мне, так по-хорошему, надо все это реконструировать или сносить, и возвести что-то новое. Оно не будет вписываться в общую архитектуру, в общую концепцию нашего ЖК. Мы зашли в гастро-холл на Тишинке. От нашего комплекса до сюда идти примерно 7 минут пешком, что очень удобно, и всегда можно прийти здесь пообедать. Здесь очень много людей, которые, наверное, работают в офисах. Место, куда все приходят на ланчи, на ужины и, возможно, на завтраки. Поэтому давайте немножечко коснемся, что же здесь еще есть рядом вокруг нашего комплекса. По традиции расскажу немножко о транспортной доступности. Так как район находится в центре, поэтому здесь тоже все под рукой. До метро «Белорусская» 12 минут пешком. Это примерно 1 километр. Плюс от «Белорусской» ходит «Аэроэкспресс» до «Шереметьево». До метро «Баррикадный» уже подальше 25 минут пешком. Это где-то 2 километра. До «Третьего» транспортного кольца – это 2 километра, минут 5 на машине. До «Тверской» улицы 7 минут на машине – это 1,3 километра. До «Садового» 1,8 километра – это минут 10 на машине. В зависимости от загруженности. До «Сити» 4,8 километра – 15 минут на машине. И до «Кремля» 5,7 километра – минут 20-25. Окружение здесь тоже богатое. Об этом мы с Ириной уже рассказывали, когда делали обзор на «Репаблик». Ссылка будет здесь, посмотрите. Там мы, в принципе, все рассказали. С тех пор здесь особенно ничего не изменилось. Возможно, какие-то закрылись магазины, какие-то открылись. А так, в принципе, все осталось то же самое. Об этом рассказал чуть ранее Роман. Я еще раз просто расскажу, какие здесь есть рядом интересные места. До Тишинской площади, как я сказал, уже 7 минут пешком. До Римско-Католического кафедрального собора 6 минут пешком. До Пресненского детского парка минут 20 пешком уже придется пройти. До парка имени Декабрьского восстания тоже 20 минут пешком. До парка Красная Пресня с Краснопресненскими прудами и катком подольше уже минут 35 пешком. А и до парка Красногвардейские пруды тоже в районе получаса пешком, куда надо будет прогуляться. В принципе, здесь хорошо гулять и с детьми. Придется, конечно, пройтись пешочком, так сказать, в районе получаса. Но эта лишняя прогулка тоже никому не помешает. Что касается вообще образовательной инфраструктуры, она здесь тоже богатая. Здесь несколько отделений Романовской школы, включая дошкольное отделение, ну и, соответственно, сами школы. Также школа 1241 на Красной Пресне, включая детский сад школы 1950, плюс дошкольное отделение. Детский сад Подкова, Sun School, One International School. Есть гимназия Московской экономической школы, детский сад Ясли, Центр развития ребенка и Реджио Гарден. Также есть частный детский сад Sun School, частный билингвальный детский сад Leaders International School. Московские планетарии находятся примерно в двух километрах, это где-то 20-25 минут пешком. До зоопарка полтора километра, это минут 15 пешком. Депо Лесная, это гастрономический кластер. До Патриарших можно дойти спокойным шагом за 20 минут. Поэтому с точки зрения проживания район богатый, инфраструктура тоже богатая. Здесь куча продуктовых магазинов совершенно разного класса и много медицинских учреждений, поликлиник, салонов красоты. Здесь район уже полностью весь сформированный и наш жилой комплекс дополнит его еще инфраструктурой. Также напротив, через дорогу будет располагаться Репаблик, который тоже этому району добавит разнообразия и привлекательности. Получается, где-то в районе 28-29-30-го годов этот район заиграет другими красками. Мы также будем следить за новыми стартами в этом районе и будем вам об этом тоже рассказывать. Поэтому следите за нашими роликами. Мы пойдем дальше. А теперь моя любимая рубрика «Плюсы и минусы проекта». Когда я думаю об этом проекте, мне кажется, что здесь сплошные плюсы. Начиная от застройщика, с Майнекс, перфекционист, комфорта. В качестве строительства можете не сомневаться. Каждый миллиметр пространства будет хорошо продуман и максимально функционален как для взрослых, так и для детей. Сама локация, центр, Пресненский район. То есть вы здесь можете ходить, гулять по всему центру. Весь центр у вас в пешей доступности. Малоэтажное строительство. То есть у вас всего 14 корпусов и малое количество квартир. То есть безусловно, этот проект для тех, у кого есть деньги, он инвестиционно привлекательный. Взяв сегодня квартиру по миллиону за квадрат, я думаю, как минимум два она будет на выходе. Очень хорошо продуманное пространство вокруг домов. Есть чем заняться и взрослым, и детям. И для глаза приятные вот эти водные объекты, которые также успокаивают еще нервную систему. Это тоже большой плюс. Про шумоизоляцию, про то, что вода будет питьевая, про индивидуальное кондиционирование. Это я все говорила. В общем, к качеству вообще не будет у вас никаких претензий. В каждой квартире есть либо балкон, либо терраса. Это тоже очень хорошо. Визуально очень красивые дома и все разные. Ваш глаз будет постоянно радоваться. Огромная парковая зона 2,1 гектар для центра. Это просто шикарно. Максимальная приватность закрытого двора и максимальная безопасность для вас и ваших детей. Естественно, видеонаблюдение по периметру и во всех помещениях общего пользования. Тоже является плюсом и неоспоримым данного проекта. Если говорить о минусах, я сначала думала, что их нет, но потом поняла, что не бывает проектов, чтобы не было минусов. Кто-то мог бы посчитать наличие Белорусского вокзала в пешей доступности минусом для этого проекта. Во-первых, это не прямо у вас под окнами. Во-вторых, его сейчас так красиво реконструировали, там так красиво все облагородили, чего стоит только Белая площадь. Это как раз место для прогулок, где можно вкусно поесть, где очень много хороших ресторанов. Там очень красиво сейчас. Наверное, минус наличие вокруг старых домов 60-70-х годов. То есть вы выходите из своего шикарного пространства, новых домов, где прекрасна архитектура, и видите вот эти одинаковые домики, кирпичные, панельные. Это такой немножко диссонанс, наверное, будет вызывать в вашей душе. Третьим минусом, ну таким условным, может являться сдвиг сроков, потому что 73% сданных домов с Майнекса были сданы с задержкой сроков. Поэтому здесь может случиться то же самое. Но поверьте, оно того стоит, и как правило, они задерживаются именно потому, чтобы улучшить качество. Это предположение. Да, ну если 73%, то это такое, вероятно, 70 на 30. Возможно, вы живете в этом районе и знаете еще какие-то минусы, потому что у самого жилого комплекса я их не вижу, но может быть, вы даже знаете какие-то подводные камни этого жилого комплекса. Пишите в комментариях. Мы очень любим ваши комментарии, вашу обратную связь, что вы нас читаете, пишете, смотрите, любите. А мы вас. Друзья, продолжается наша пешая экскурсия и прогулка по Пресне. За моей спиной кафедральный католический храм. Напротив него, к моему удивлению и незнанию, расположен дом. Вот в этом доме последние пять лет своей жизни жил и творил Владимир Высоцкий. С 1975 по 1980 год. И на этом доме как раз изображена мемориальная доска. Владимир Семенович внутри колокола. Этот колокол изображен, как будто он разбился во время, возможно, своего звучания. Вот так трагически оборвалась его жизнь. В этом районе много памятных мест. Здесь есть и дом-музей Зураба Церетели. И, как мы говорили, близко, если вы с детьми будете жить в зоопарк, не надо никуда далеко ехать. Пешком прошлись и сегодня посмотрели жирафов, завтра посмотрели антилоп. Также здесь расположен центр международной торговли Москва-Сити. Если хочется на велосипеде или на самокате доехать от дома до места вашей работы, милости просим. Ну что, друзья, мы зашли вот в одно грузинское кафе на такую небольшую гастропаузу. Вот и здесь я немножечко расскажу о конкурентах, которые есть у нашего комплекса и о ценах. Самый основной конкурент – это, конечно, Репаблик. Репаблик располагается через дорогу, то есть он ближе к железной дороге. Он тоже будет похож по концепции. То есть это тоже будет несколько корпусов, и там будет такой целый жилой квартал. Репаблик располагается чуть ближе к железной дороге, и это, скажем так, немножечко отстраивает его от нашего Тишинского бульвара. Тишинский бульвар будет располагаться в более интересном месте. Он будет располагаться в глубине района, это даст некое преимущество. Но Репаблик – это вот как бы такой основной конкурент. Более старый дом – это Пресни Сити от МР Групп 2018 года. Клубный дом Сенатора от Глинкома – это 2021 года. Фантастик Хаус от Полинесса 2022 года, тоже премиум класс, один корпус. Дом на Тишинке от Донстроя 2021 года. На данный момент цены застройщика примерно от 1 миллиона рублей за квадратный метр. Лоты с одной спальней от 51 квадратного метра от 50 миллионов 370 тысяч рублей. Лоты с двумя спальнями от 76 квадратных метров от 75 миллионов рублей. Лоты с тремя спальнями от 96 квадратных метров от 90 миллионов 310 тысяч рублей. лоты с четырьмя спальнями от 150 квадратных метров от 134 миллионов рублей и лоты с пятью спальнями пентхаусы от 242 квадратных метров от 377 миллионов рублей цены будут только расти и соответственно там концу проекта можно предположить что не достигнутом 2 и более миллионы с майнах придерживаться такой ценовой политики что вот такие цены указаны такие цены есть то есть они каких-то скидок на офисе продаж не дают очень некая политика открытости полная да то есть покупаете по таким ценам которые известны всем вообще компании с майнах придерживается такой концепции что за ту цену которую вы покупаете вы получаете гораздо больше чем у других застройщиков или у соседей у конкурентов то есть майнах они именно дают гораздо больше чем вы себе можете условно представить да политика компании с майнах она из проектов проект примерно одинаковые что очень хорошо так как у них есть некие стандарты как вы уже наверное знаете о чем мы говорили раньше это стандарты kid labs fit labs и friend labs технически выверенные с психологами с дизайнерами элементы окружения внутреннего оформления которые дадут вам полностью раскрыть функционал вашего места проживания как взрослым так и детям так и вашим друзьям и гостям и в общем-то даже домашним животным все получат максимум комфорта и максимум наслаждения каждый элемент в этом доме располагается не просто так и он несет какую-то функциональную нагрузку вот поэтому такого мало где мы встречаем и очень приятно что с майнах с проекта в проект это несет и я думаю будет нести дальше вот за это ему отдельный респект ценник в миллион рублей это кому-то покажется очень большим и это можно даже в какой-то степени отнести к минусу проекта но это пожалуй единственное что как бы можно смотреть скажем так предъявить но за это как я уже сказал вы получаете гораздо больше и инвестиционная привлекательность в этом объекте она безусловно есть она будет по времени растянута но в конце концов каждый лот с майне все он вырастет в цене и вы либо продадите и и войдете следующий проект с майнеx или просто оставите этот вот себе где будете проживать вы и ваши дети это ваша родственники гуляя по прессе мы прошли мимо жилого комплекса репаблик премиального который находится примерно в одной и той же локации с тишинским бульваром срок сдачи первой очереди заявлен на следующий год ну если мы сейчас на него посмотрим то вот я уверена что в следующем году первая очередь не сдастся ну судя по этажу да давайте делать ставки хотя свой первый проект жека ford компания форма сдала раньше срока но сейчас глядя на то что за моей спиной строительную площадку мне почему-то кажется что не успеют а пишите в комментариях как на ваш взгляд достроить форма жека репаблик в следующем году первую очередь или нет или до 50 на 50 а на этом все с вами была я ирина делюги со мной был павел кулагин и роман вычаров это значит что вы были на канале новостройки на троих подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии и обращайтесь к нам за покупкой новостройки нет у меня мозг с руками не не сошли площади квартир от 36 метров до 273 метра квадратных мне не получается это сказать 273 ансамбль домов ансамбль домов построен ансамбль домов построен я до ансамбль домов построен на контраст ансам не хочу я в шапочки на шапку подходит по стилю конечно да шапку одеть сначала без шапки 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 одеть шапку пусть люди думают что ирана